Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, поговорим сегодня о главе 15 книги Второсакония. Итак, начинается тема в главе предшествующей о том, что не все времена одинаковые, не все дни одинаковые. Есть понятие какого-то ритма, который сам Бог установил, и нужно каждому верующему в Богу следовать этому ритму. И начинаются рассуждения о разных праздниках, о разных годах, седьмых и не седьмых годах. И во всех этих рассуждениях, увы, от нас уже далеких, наверное, потому что мы не соблюдаем эти правила, у нас нет понятия о субботних годах и так далее. Но во всех этих рассуждениях есть очень такая привлекательная вещь, вызывающая уважение каждого современного читателя, верующего и неверующего, а именно социальная направленность всех или большинства из этих правил. Воистину, так устроено в этом законе Моисеевым почти все, чтобы эффектом соблюдения какого-то маленького постановления было бы выгода или более мирное существование тех, чьи права постремлены или чье положение является не очень выгодным и таким вот благожелательным. Вот сегодня в этой главе 15 мы сегодня еще раз во всем этом сможем убедиться. Итак, развивается тема времени, богословия времени, а именно понятие о субботе, субботствовании на уровне недели, на уровне года, на уровне лет разнообразных. И вот это понятие будет главным в читаемой 15 главе книги Второзакония. Итак, читаем стих 1. Ну вот начинается глава очень хорошо, да, на таком подъеме. Есть года, и их можно делить на такие седмерицы. Первый год, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой год. И вот неделя, состоящая из субботы, предшествующих шести дней, как будто проецируется на года, и возникает вот такое очень интересное учение о том, что есть какой-то седьмой, либо субботний год. Так вот, в этот субботний год, год, который является выражением принципа субботы, да, какого-то покоя или отдыха, либо время, посвященное Богу, или по-другому, время, которое есть Божье время, свершается непонятная вещь, нам непонятная вещь. Все долги, которые есть между евреем и евреем, они аннулируются, они прощаются. Конечно же, все это уровень идеологии, уровень идеального, уровень должного, да, далеко не всегда такие правила, они имели место в жизни родового еврея и такого обыденного еврейского жития. Но иногда, да где-то уж точно эти правила имели хождение и действительно долги прощались. Но в стихе третьем есть, конечно же, смущающее нас замечание, что, дескать, вот со своего брата долги требовать обратно ты не можешь в год седьмой, а с иноплеменника можешь, вот, долги брата прости, а иноплеменника с него ты можешь взыскать долг. И, конечно же, из стиха третьего может родиться такая вот картина ужасная. Дескать, вот какие-то евреи, эксплуататоры, нация банкиров грабят окружающее население, вот, коварные, короче, евреи. Хочется, конечно же, разобраться, а что именно говорится об этом стихе. Сказано ли здесь, что грабь иноплеменника, или что обложи его двойным процентом, или что обмани его и заставь его отдать то, что он тебе не должен отдавать? Ну, конечно же, нет. Тут нет ни одной из этих мыслей. Что говорится здесь? Продолжай брать с него то, что он тебе должен. Не больше, но и не меньше. Ты ничем его не обманываешь, ты никак его не пытаешься раздеть своей экономической политикой. Ничего этого нет. Он у тебя взял в долг что-то, имущество, либо деньги, и он тебе поплачивает сумму обратно, независимо от субботних и не субботних годов. Все честно, все по правилам, прежде оговоренным и всем известным. Вот об этом возвещает нам стих 3 главы 15. Ну, а как же так? А как же еврей с евреем? А вот так, дорогие друзья, к господству здесь какая-то очень безумно правильная истина. Брат, какой брат? Вроде бы не брат, да? Вот суплеменник, да, сосед, еврей и еврей, нация соседов, соседей. Но когда они исполняют закон божий, то это общество превращается в нацию братьев. А брат брату может сделать нечто нерациональное, невыгодное, нелогичное, а именно простить ему тот долг, который он должен тебе выплатить. И в этом отношении это очень правило хорошее, учащее многому окружающие народы и нации. Действительно, у члена общества, да, вот, у местного жителя могут быть какие-то вот такие привилегии, потому что он брат, потому что он часть твоего народа и часть твоего общества. Читаем дальше. «Впрочем, среди вас не должно быть бедных, ведь в той стране, которую Господь, ваш Бог, отдаст вам во владение, Господь щедро благословит вас». Такая директива на будущее. «Среди вас не должно быть бедных». Не должно. Почему не должно? А потому что, чтобы не было бедности, есть все основания. Есть земля, есть свободная земля, есть ваши братские взаимоотношения, есть закон Божий, нивелирующий, минимизирующий социальные какие-то контрасты. У вас бедности, по идее, быть не должно. И, конечно же, вы вот это все, вот, видите, уровень должного, идеального. «Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и строго соблюдать, исполнять все повеления Его, которые я возвещаю вам ныне». То есть, если будет это, то у вас не должно быть, понимаете, бедняков. Вот. В стихе 11 будет другое написано. «В стране всегда будут бедные». Получается, что стих 4, 5 и 11 друг другу противоречат. «Не должно быть, либо всегда будут бедные». Ну, повторяю еще раз, что в стихе 4 и 5 рассказывается о том, как должно быть у вас все устроено. Вот. Должно быть так устроено, чтобы не было контрастов, чтобы не было сверхбогачей и очень бедных людей. И это все, эти все призывы обращены к двум классам участников этого процесса. От кого это зависит, бедность и небедность? Ну, во-первых, зависит все это от элиты. Как элиты, самые богатые, самые образованные и самые власть имущие люди распорядятся устройством всего общества, находясь на своем привилегированном посту. Вот. Вот у вас должна быть такая политика элиты, чтобы в вашем обществе не было бедняков. Это первый адресат этого, это директивы, этого приказания. Второй адресат такой, да, конечно же, это сами люди, это потенциальные бедняки. А эти люди при устойчивом желании быть бедняками будут бедняками. Если они нарушают закон Божий, проявляют склонность к винопитию, к безделью, к лентяйству. Если они люди грешники, да, не ценящие узы брака, не ценящие понятия родства, то тогда, наверное, вы однажды бедняками станете. Ну, если не вы, то бедняками будут ваши дети, и тем ужаснее будет драма бедности, когда дети оказываются бедняками не по своей вине, а потому что их родители, либо их дедушки жизнью распределились неправильным образом. Вот. Дальше. Когда Господь, ваш Бог, благословит вас, как Он и обещал, вы станете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать в долг, станете властвовать над многими народами, и над вами никто не сможет властвовать. Ну, вот, опять же, довольно такой вызывающий стих, рисующий перед нами картину евреи, дающих кредит нации банкиров, эксплуататоров и так далее. Ну, и так было, да, иногда, вот такие были какие-то моменты, когда вся банковская система целиком, либо большей частью принадлежала именно евреям. Но тут, наверное, другое имеется в виду, тут же не сказано, не знаю, выставь их банкротами, да, либо обчисти их, либо сделай их никчемными бедняками, а себя сделай богачом. Ну, нет, тут сказано, что, тут другое сказано, друзья, ты можешь давать взаймы своему брату еврею, но без процента. Вот так вот, без процента. Беспроцентная суда своему брату-диноплеменнику, вот, она уместна и она закономерна. Нужна помощь для развития бизнеса, да, для покупки новых, там, не знаю, пары валов. Дай ему эту помощь, окажи ему эту помощь, пускай он тебе вернет не больше, чем ты ему дал в долг. А вот с другими народами поступай так и не больше, чем принято у этих народов. У них есть процент, и ты получай процент, давая этому народу, этим народам, окружающим тебя, в долг. Не более, не как-то ничего не выдумывая, просто живи финансовую жизнь с окружающими народами той жизнью, которая у них уже есть. А у них есть суда процентная. Поэтому проценты давать, точнее проценты уместны в отношениях финансовых между евреем и неевреем. Между евреем и евреем уместна беспроцентная суда. Как поступают друг с другом братья, либо родители с детьми? Короче, одна семья. Евреи – это есть одна семья, и цель вот этого всего повествования – убедить в этом Израиль. Евреи – вы одна семья. Если среди вас все же будут бедняки, кто-нибудь из братьев ваших, в каком-нибудь из ваших городов, в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам, то не будь бессердечен, пусть не будет твоя рука скупой для брата твоего, для бедняка. Ну вот показывается здесь, что отдавай, давая в долг, помогая своему собрату-бедняку. Пусть рука твоя будет щедрой, дай ему в долг, сколько ему нужно, в соответствии с нуждами его. Смотри, как бы ни закралась в твое сердце подлая мысль, ведь ты можешь, вспомнив, что близок седьмой год, год субботний, год прочнее долгов, посмотреть на брата твоего бедняка с неприязнью и отказать ему, но тогда он вызовет к Господу, и на тебя, и на тебе будет грех. Одолжи ему, везлись при этом, и благословить тебя Господь твой Бог во всех твоих делах и трудах. Описывается какая-то бытовая ситуация, наверное, когда скоро будет уже год седьмой или субботний, через два года, либо через год, и вот богач имеет очень большое нежелание кому-то давать в долг, суживать. Но он не хочет, потому что ясно, что в год субботний будет этого долга прощение. Нужно будет простить в задолженности перед теми, кто взял у тебя деньги в долг. Поэтому закономерное желание не суживать в четвертый, пятый, шестой год, потому что они близки к седьмому году субботнему. А впрочем, есть еще одно толкование этого субботнего года такое. Долг не отменяется, но выплаты как будто прекращаются. И возникает такая кредитная пауза, кредитный отпуск, до которого до сегодняшнего дня толком-то не додумались. Идешь, какие-то сейчас первые мысли об этом идут. Но вот уже здесь время, понимаете, вот железный век, век 12-й, либо 11-й до новой эры, и уже эти вещи перспективные, прогрессивные, уже тут прописаны. Дай ему кредитные каникулы. Пускай он не платит ничего, накопит силы, энергию, ресурсы, чтобы потом тебе все это до конца потом уже отдать. Но даже пауза в этой выплате денег, кредитов, она тоже могла вызвать некоторую депрессию, либо уныние у человека, давшего деньги в долг. В твоей стране всегда будут бедные, и поэтому я повелеваю тебе, пусть рука твоя будет щедрой, давай в долг твоим братьям, нуждающимся и беднякам в твоей стране. Стих 11 показывает нам реальность. Она такова, что все, кому было обращено предписание Бога, у вас не будут бедняков, а именно элиты и самообщество оказываются часто не на высоте. Богачам выгодны бедняки, как будто богачи своим поведением провоцируют, генерируют то, что бедняки, нищие, бедность появляется в обществе. Это плохо, но это есть правда жизни. Стих 11 рассказывает именно об этой правде жизни. Бедняки у вас будут. Но и также само общество, конечно же, мы чужды того, чтобы во всем обвинять власти, либо богатых людей, это удел коммунистов, это вот они так рассуждают. Нет, конечно же, писание реалистичное, и оно понимает жизнь гораздо более правильно и реалистичнее, чем разного рода философы и экономисты. Очень часто и сами люди, сами семьи, живя неправильно, неправильно, нерационально, неконсервативно, неуравновешенно в финансовом плане, обрекают себя и своих детей и внуков на бедность. Поэтому, видите, в этой связи написано, в стране вашей всегда будут бедняки, всегда будут бедные. И что делать с этой бедностью, указано ныне. Если кто-то из твоих соплеменников, еврей или еврейка, попадет к тебе в рабство и проработает на тебя 6 лет, то на седьмой год ты должен отпустить этого человека на свободу. Когда есть бедность, возникает благовое рабство, то есть берет семья деньги в долг, потому что нужно отдать налоги, воплотить, купить что-то, пережить голодное время, поле засеть и так далее. И вот долг он взят. Но вот беда по разным причинам, разные причины. Не просто лень, либо пьянство от семейства, разные бывают причины. Какая-нибудь засуха, саранча, неурожай, очень много дождя, очень мало дождя, нашествие врагов, какие-то междоусобицы. И вот такая вот добрая рутина жизнесемейства нарушается, она повреждается, и возникает долговая зависимость. Ты берешь деньги в долг, чтобы отдать предшествующий, взятый тобою кредит. Вот такая ситуация. И однажды эта цепочка заканчивается тем, что ты идешь к тому, кто дал тебе деньги, и ты не можешь их вернуть, и работаешь на него, выплачивая невыплаченные деньги. Вот такая ситуация. Это называется «долговое рабство», когда еврей, либо еврейка являются собственностью еврея, давшего деньги в кредит. Вот так вот. Но и тут, хотя эта вещь допускается, считается, ну, закономерно, да, вот, да, вот, это справедливо, деньги отработать, вернуть трудом своим, то, что ты взял и не мог обратно вернуть. Но даже тут возникает это гуманистичное влияние закона Моисеева. Семь лет, да, поработаешь, и все. Потом, после всего этого, в год субботний, год седьмой, либо седьмой год от начала твоего рабства, либо просто седьмой год, который есть один по всей земле, по всей стране, все, ты получаешь свободу. И в этом проявляется очень важная цель закона Моисеева – искоренение внутреннего рабства, когда еврей, еврею являются, ну, какую-то вещью, да, собственностью. Да, и вот это неправильно, это нехорошо, и поэтому как будто бы закон пытается все эти вывихи вправить обратно. Еврей не может быть у еврея в рабстве, потому что еврей еврею – брат, а брат не может быть рабом своему брату, младшему или старшему. Вот, и когда говорится «отпусти их на свободу» в стихе 12, то глагол, использующийся здесь, он использовался, когда рассказывалось о том, что евреи из Египта на свободу вышли. Вот как вы вышли из рабства, то же самое и у вас, нужно как будто бы постоянно кого-то выводить из рабства, чтобы не было этих постоянно подавляемых, эксплуатируемых категории населения из евреев состоящих. Но дальше больше, и отпускай его не с пустыми руками, дай ему что можешь из своего стада, из своего гумна, из своей давильни, дай ему то, чем благословил тебя Господь, твой Бог. Как вы вышли из Египта, не с пустыми руками, то же самое и здесь. Дай ему, чтобы он что-то смог вынести, чтобы наладить свою жизнь, чтобы опять не оказаться в категории нищего человека. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог освободил тебя из неволи, поэтому я и даю тебе ныне такое повеление. Это, друзья, очень большой контраст в этом наблюдается по сравнению, допустим, с рабскими традициями, обычаями стран соседних. Ну вот, допустим, Греция или Рим, где рабство было основой вот всего мироустройства, где каждый третий в обществе был рабом, и, как рассуждали философы древности, были орудия молчащие, это мотыги, лопаты, кирки и так далее, были орудия мычащие, то есть бык, вол, лошадь, осел, а были орудия говорящие, то есть рабы. И раб в Греции либо в Риме не был человеком полноценным, с ним можно было делать все, что угодно, ну кроме убийства, да, такого прямого насилия, лишения его жизни. Вот, его можно было продавать, издеваться, он был объектом насилия и унижения и так далее. И вот сравнивая все это с вот этими стихами, мы находим эти законы очень современными, человеколюбивыми и прогрессивными, потому что в этом обществе, где раб был нормой, где у всех были рабы, или все мечтали, чтобы у них были рабы, или все были, оставшиеся были люди рабами, возникает такое движение, чтобы рабов было поменьше в нашем обществе. Дальше вообще стихи удивительные, потому что возникает, описываются картины, когда раб не хочет получать свободу. «Если же раб твой скажет тебе, что не хочет уходить от тебя, потому что полюбил тебя и твой дом, и ему хорошо у тебя, то возьми шило и проколи ему ухо так, чтобы шило воткнулось в дверь, и он станет твоим рабом навсегда. Так же поступи и с рабыней». Описывается ситуация нам непонятная. Раб не хочет уходить на свободу. Раб хочет дальше, спустя прошедшие 7 лет, жить со своим хозяином, с его семейством, потому что ему вот написано, он тебя полюбил, тебя и твой дом, ему у тебя хорошо. Конечно же, описывается картина такая идеальная. Так было не всегда. Раб есть раб. И он не то же самое, что сын, не то же самое, что брат. Но оно было другое, чем мы привыкли видеть, созерцая, допустим, какие-нибудь картины, рассказывающие про рабство в Южных Штатах Америки в XIX веке. Там либо в фильме «Спартак» или в книгах, рассказывающих о рабстве в древнем мире, там другое было рабство. Рабство в Израиле такое, понимаете, патриархальное рабство, когда раб оказывается у тебя твоим, ну, немножко, правда, неполноценным, но твоим, чаще называясь семьи, твоим каким-то полусыном, скажем так. Он имеет общий стол, он живет под твоей крышей в твоем доме, он питается от общего стола. Наряду с тобою и твоим сыном он работает на поле. Да, действительно возникает такое, ну, как бы, вот такое сожитие, когда рабу однажды очень нравится жить именно в этом семействе, поминоваться именно этому господину. И в таком каком-то рутинном плане бытовом разницы между сыном и рабом, она, ее почти не было, ее не было. Оба были и работниками, и слугами своему отцу, оба имели равенство во всех своих и радостях, и бедах. Кроме одного случая, случая наследства. Сын получает все, раб не получает ничего. Лишь в этом моменте проявлялось неполноценное положение этого самого раба. И поэтому очень часто выигрывается в Библии такая антитеза. Ты раньше был раб, сейчас стал сын. Сын и наследник, да, потому что раб не может быть наследником, а сын может быть наследником. Ну, в стихе 17-м рассказывается об обычае, таком ритуале, как можно было дать статус полноценного, такого перманентного раба тому, кто был евреем, но желал оказаться рабом у тебя в семействе. Вот нужно было подвести его, этого человека, к косяку дома, взять шило и проколоть ему ухо этим шилом, чтобы это шило вонзилось в косяк. И тогда получается, что на вечные времена этот раб оказывается частью твоего дома, твоей семьи. Он себя на веке связал, но это был добровольный акт, добровольное решение этого человека. Дальше читаем. «А отпуская раба на свободу, ты не должен досадовать. Все эти шесть лет он приносил тебе вдвое больше выгоды, чем работник наемный. И Господь твой Бог благословит тебя во всех твоих делах». То есть не надо досадовать, расстраиваться. Так положено. Ты исполняешь волю Господню, закон о субботнем годе не тобой выдуман, но Господь знает о твоих всех потерях, финансовых и нефинансовых. И Господь о тебе позаботится. Дальше мы начинаем читать новый такой разделчик, посвященный закону о первенцах. Итак, первенцы. Первенцы – это все, что касается первого в потомстве у человека, у животного, у овцы, у козы, у коровы и так далее. Итак, всякого первенца мужского пола, который рождается у крупного и мелкого скота, посвящай Господу твоему Богу. Первенца – корову, не используй в работе первенца овцы, не стриги. Каждый год ешь их пред Господом, твоим Богом, вместе с семьей твоею, на том месте, которое изберет Господь. Но если животное будет с изъяном, хромое, слепое или с другим серьезным изъяном, не приноси его в жертву Господу твоему Богу. А съешь в своем городе его можешь есть, и соблюдавший правила чистоты, и не соблюдавший их, словно это мясо, газели или лани. Только кровь его не употребляй в пищу, а вылей на землю, как воду. Ну вот, друзья, первенцы, опять возникает кулинарная у нас тема. И по таким вот библейским понятиям, все первое в потомстве – это есть Божье. Первый предплод у животных, либо у человека – это есть не твое, это есть то, что должно отдать, отделить для Бога. И вот эти первенцы раз в год отводятся в храм, в скинье, в святилище, и там они отдаются в жертву Богу, и часть этого потомства, приплода, она потребляется в пищу твоим семейством, возникает такое семейное застолье, семейная трапеза, семейный пир. Очень важное пояснение такое – животное с изъяном, видите? Потому что, конечно же, до сегодняшнего дня, есть такое право у верующих людей, отдавать Богу на храм, ну такое ненужное, то, что уже старое, никому не надо в семействе нашем, поэтому пускай батюшка возьмет себе, ему надо, что ему испорченное, либо поцарапанное и так далее. Так вот, тут написано другое. Это все нет, надо принести Богу в храм, в жертву Господу, лишь полноценное, без изъяна, не хромое, не слепое, без какого-то недостатка физического животное. Вот, это можно отдать в жертву Богу. Откуда это понятие о первенцах, оно появилось? С чего оно вообще, это понятие, взялось? А с того, что древние люди понимали очень хорошо одну очень важную истину. Почему у меня есть урожай? Почему у меня есть доход, приплод? А потому что это еще, помимо моей личной воли, личных усилий, это еще есть и благая воля Бога. Но вот все было хорошо с погодой, не было хищников, не было саранчи, не было какого-то волнения, не было завоевания, ничего этого не было. Я не контролирую все это, Бог контролирует все это. Раз Бог меня всего этого огородил, от всех этих бедствий, то Бог является истинным создателем моего богатства. И все, что в моих силах, это дать ему часть, на десятину или первенцев, как написано здесь, чтобы быть просто ему благодарным за то, что он дает тебе в твоей экономической и социальной жизни. И в этом отношении эти слова являются, и до сегодняшнего дня, и актуальными, и сильными, и правильными, и духовно здоровыми словами. Оканчивается глава повторением в очередной раз правила, правила очень жесткого, категоричного о том, что нельзя употреблять кровь в пищу, потому что это есть вместилище души животного, а душу есть нельзя. Вот так вот. Ну, скажем, скажите сейчас, что аж кто вообще кровь-то будет есть? Что мы совсем, что ли, сумасшедшие? Кровь нельзя есть. Но, дорогие друзья, нет. В древнем мире и в первобытных обществах все ели. Так, все можно съесть. Кузнечиков, гусениц, змей, летучих мышей, кровь, тем более, можно съесть, потому что в каждом из этих элементов есть очень ценные калории, позволяющие мне и моей семье пережить тяжкую пору, да, голода, межурожая и так далее. Так вот, нет, нельзя. Кровь есть нельзя. Табу запрещено для вашего использования. Дорогие друзья, глава 15 книги второзакония прочтена, прокомментирована. Спасибо за внимание. Портал экзоге.ру. Всего хорошего.